Эта аллея – один из примеров благоустройства по инициативе жителей города-курорта. В местном территориальном общественном самоуправлении считают, что получилось неплохо, но не хватает зелени. Предложение сформулировали на бумаге и направили в городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня появился еще один источник средств для такого благоустройства. В этом году стартовала федеральная программа формирования комфортной городской среды. По правилам, до трети согласованных смет можно направить на благоустройство мест общего пользования – парков, скверов, улиц, набережных. А две трети должны пойти исключительно во дворы. Валентина Онищенко возглавляет местное территориальное общественное самоуправление. Это здание она называет не иначе, как головной болью. Оно заброшено, здесь часто собираются хулиганы. Проникнуть в него не так сложно. Жители просят как-то решить вопрос – или привести в порядок, или разобрать. Есть деревья, которые уже пора спилить, а вместо них посадить новые. А это место приберегли для ели. Здесь обычно проводят новогодние утренники для детей. Еще одна проблема – дорожка. Ее нужно срочно переложить. Таких мест на ней десятки. В перспективе неплохо бы установить спортивную площадку, чтобы мальчишкам было куда направлять бурлящую энергию. Мы собрали собрание всех жильцов, дали свои заявки, протокол, схемы нарисовали и дали в ЖКХ. Ну вот сейчас вот ждем, когда что-то появится. Очень ждем эту программу. Мы надеемся, что дадут. По линии партии «Единая Россия» в Анапе проект курирует депутат Горсовета Сергей Дорохов. По его словам, в этом году на программу постановлением правительства России выделено 20 миллиардов рублей. В Краснодаре уже есть опыт участия, информационную поддержку готовы оказать на краевом уровне. Финансирование осуществляется в основном за счет федерального бюджета, но там есть еще софинансирование регионального. И один из первых требований этой программы – это участие непосредственно жителей. Не обязательно финансовое участие, но если, например, внутридворовая территория принадлежит этим жителям на общедалевой собственности, то они будут участвовать в этой программе, но чисто символически. Вполне возможно, до 5%. Но это тоже очень хорошо. Для того, чтобы сами жители участвовали в разработке дизайн-проектов, в реализации этих дизайн-проектов, в содержании потом в дальнейшем. И бережно относились к тем малым форумам, спортивным площадкам и детским, которые они будут благоустроены. По словам депутата, у Анапы еще есть возможность попасть в программу на 2018 год. В целом же она рассчитана до 2022 года. Продолжение следует...